Друзья, приветствую вас на нашем канале. Недавно некоторые источники, близкие к китайскому автопрому, сообщили об обращении местного правительства к производителям. В частности, оно попросило не увеличивать локализацию сборки автомобилей за рубежом. Данная мера призвана защитить китайский автопром от кражи технологической информации о машинах. Вместе с тем, в России поднимается ставка по утилизационному сбору. Делается это для того, чтобы заставить иностранные компании открывать собственное производство на территории нашей страны. Причем в первый год максимальный удар от данного решения получат поставщики электрокаров. В свою очередь, за последний год китайские компании неоднократно заявляли о намерении наладить в России продажи электрических автомобилей. Учитывая приведенную выше информацию, можно предположить, что на отечественный рынок скоро начнут выходить оригинальные автомобили. Независимый разработчик представил одну из подобных новинок на серии рендеров. Он показал на этих изображениях новый электрический кроссовер Урал 4320 Triumph. Несмотря на то, что о появлении автомобиля подобного представленному не было официально объявлено, он может выйти на российский рынок. Дело в том, что китайские компании даже до публикации заявления о необходимости ограничения уровня локализации производства не стремились его повышать в России. В частности, автомобили Cherry, Bike и других марок собирают в нашей стране из готовых машинокомплектов. Но китайским компаниям придется заняться вопросом о поиске площадок в России под производство своих машин. Это позволит им как минимум частично компенсировать высокий утиль сбор и, как следствие, избежать резкого подорожания автомобилей. Последнее важно, учитывая возрастающую конкуренцию в разных сегментах рынка. Но ограничение по уровню локализации производства внесет некоторые коррективы в планы китайских компаниях. Вероятно, для запуска сборки автомобилей в России они не будут возводить собственные автозаводы, а наладят сотрудничество с отечественными предприятиями. Урал в данном случае выглядит одним из наиболее удачных вариантов. Компания является одним из основных поставщиков крупной техники государственным структурам. То есть любой автомобиль, выходящий на рынок под маркой Урал, может принимать участие в госзакупках. Компания из Миаса в последнее время испытывает сильное давление со стороны китайских производителей. Спрос на их тягачи в России постоянно растет. То есть Уралу нужны продукты, которые помогут ему как минимум улучшить свое положение на рынке. Легковые автомобили в данном случае являются оптимальным решением заявленной проблемы. Плюс ко всему, для запуска производства электрокаров из машинокомплектов не потребуется крупное вложение в модернизацию сборочного процесса. Кроме того, сегмент электрических автомобилей сейчас практически пустой. Выпуск подобных машин действительно поможет Уралу улучшить свое положение на российском рынке. Прототипом для представленного кроссовера может стать ION V, который несколько месяцев назад обновил ГАК. Китайская компания уже зарегистрировала данную марку в России. Этим она показала, что рассматривает возможность выхода на отечественный рынок электрокаров. Но, как было сказано выше, ГАК придется запускать локальную сборку своих автомобилей. Это тем более касается электрокаров, так как подобные машины продаются в нашей стране плохо. А их резкое удорожание приведет к тому, что спрос на электрокары резко упадет. В свою очередь ГАК придется зайти на российский рынок с электрическими моделями. Дело в том, что на родине электрокары ION продаются недостаточно хорошо. Компания хоть и попадает в топ-10, но заметно уступает своим конкурентам в объемах реализации. Поэтому ГАК нужны новые рынки для сбыта. Однако Европа и США не только закрывают доступ к китайским электрокарам, но и в целом показывают слабую заинтересованность в электрических автомобилях. Приведенные выше обстоятельства повышают шансы на появление кроссовера, подобного представленному Уралу Триумф. При этом, как было показано ранее, данный автомобиль станет практически полной копией китайского прототипа. ГАК откажется от высокой локализации производства электрокаров как минимум из-за рисков, связанных с подобными проектами. Представленный Урал Триумф, вероятнее всего, скопируют именно с ION V. Данная модель после выхода на рынок временно стала бестселлером Китая. Заказы на нее за первые недели составили несколько десятков тысяч. Также следует отметить, что ION V это сравнительно дешевый электрокар. После локализации производства в России его цена может вырасти до 3,2 млн. рублей. Представленный Урал Триумф точно позаимствует у китайского прототипа всю техническую часть. Тем более, что она, согласно официальному заявлению, уже адаптирована под эксплуатацию в холодном климате. Поэтому российская новинка предложит будущим покупателям два электродвигателя на выбор, развивающие до 204 или 224 лошадиных сил. Также с данным кроссовером можно будет приобрести один из трех аккумуляторов, обеспечивающих запас хода в 520-750 км. Представленная новинка получит оборудование, которое встречается у более дорогих автомобилей. Так Урал Триумф оснастят специальным боксом, внутри которого поддерживается температура от минус 15 до плюс 50 градусов. В дополнение к этому кроссовер укомплектуют несколькими камерами и датчиками, повышающими уровень безопасности и автономности. Кроме того, автомобиль выйдет с комфортными передними креслами, оснащаемыми массажером и электроприводом. К числу преимуществ представленной модели можно отнести еще и то, что при сравнительно компактных размерах она предложит просторный салон. То есть это будет удобный и комфортный кроссовер, ориентированный на эксплуатацию в городе. В продажу представленный автомобиль может выйти уже в 2025 году, так как на локализацию его сборки в России потребуется несколько месяцев. И на этом у меня все. Не забывайте подписываться на наш канал, у нас много интересных новостей из мира авто. А также ждем вашего мнения касательно представленной новинки в комментариях к этому видео. Спасибо за просмотр и удачи!